всем привет и сегодня у нас речь пойдет о дизельном масле для грузовиков shell rimla r5 10w 40 я хочу вам показать свежий образец масла и отработки отработка по пробегу 8000 километров и сейчас мы быстро сравним если конечно будет шарик видно записываю экспресс-тест потому как масло очень быстро нагревается и смотрим вот пошло движение шарика к сожалению в отработке этого не а нет смотрите отработка вообще застыла на месте то есть если в свежем масле вот шарик уже достиг дна то в отработке она даже вообще не двигается то есть пузырек воздуха в отработке вот он сверху масло настолько густое что при заморозке в минус 25 градусов превратилась в гудрон вот видим смотрите пузырек воздуха здесь уже наверху а здесь ничего не происходит так как вот пузырек воздуха он здесь внизу находится ну это нам показывает что масло уже давно исчерпала свой ресурс вязкость не просела даже наоборот повысилась за счет именно тяжелых отложений дизельном двигателе я думаю бессмысленно далее держать потому как смотрите то есть до сих пор воздух и масло вообще не стекает сейчас немножко оставлю конечно до этого сделал капельный тест ну и тест тоже этот подтвердил что масло уже свое отжило то есть в данном двигателе 8000 километров и по моим подсчетам это ну по моим подсчетам в среднем вышло 300 моточасов и мне кажется на первое время конечно показалось что масло и достаточно еще живое но после капельного теста я пришел к выводу что масло уже никакое то есть даже видите здесь так масло растекло что все очень 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 нехорошо вот куда здесь до сих пор даже вот капелька воздуха не ушло смотрим свежие вот шарики спокойно двигается упал пузырек воздуха вверх отошел это масло заливалось японский грузовичок 96 года ну такого расхода масла большого нету то есть за период 8000 километров что я могу порекомендовать владельцу данного автомобиля так это сократить интервалы замены масла и сократить их практически в два раза потому как масло вообще не живет в этом двигателе сейчас вот возьму бутылочку с которой я наливал отработку и посмотрим как будет и будет ли вообще выливаться масло масло очень черное визуально прям вообще ну нет потихоньку потихоньку выливается вот мы видим сейчас там шарик просто упал и забил отверстие слюное масло очень густое хотя уже Уже температура масла повысилась, но все равно оно похоже вообще на гудрон жидкий. Придется мыть теперь эти пробирки хорошо. Эту пробирку, потому как тяжело будет слетить это все досконально. Вот видите, какая чернота. Это был первый мой тест и первое мое сравнение дизельного масла от Shell. Если будет интерес, буду сравнивать масла и для дизельных, двигатель будет для грузовиков. И посмотрим, что из этого выйдет. Ну, а на этом буду заканчивать. Всем спасибо за внимание. Обязательно подпишитесь, если это было интересно. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok